Жилой район Карагайлы продолжает развиваться и расти. Сейчас ведется активное строительство многоэтажных домов и культурных объектов, развивается инфраструктура. Также в ближайшие годы здесь предусмотрено строительство еще нескольких детских садов, школ, общежития университета и реабилитационного центра на 150 мест. Молодой и быстро развивающийся жилой район Карагайлы сегодня у многих на устах. Издалека виднеются яркие современные многоэтажные дома. Именно они открывают вид на новый район. Сегодня здесь уже возведены и сданы в эксплуатацию 26 жилых домов. Это около 2000 квартир. Продолжается активное строительство жилья. В каждом дворе есть детские площадки и все необходимые малые архитектурные формы. Планируется, что в этом году в эксплуатацию будут сданы еще одно арендное и 14 ипотечных домов. В настоящее время ведется строительство 32 жилых домов. Это 173 тысячи квадратных метров жилья, то есть 2200 квартир. В этом году планируется завершение строительства еще 15 жилых домов. На данный момент разработан план на 2020-2025 годы, в рамках которого планируется завершить строительство около 130 жилых домов в этот период. Сейчас здесь работает детский сад на 320 мест и Назарбаев интеллектуальная школа. В ближайшие годы в этом районе предусмотрено строительство еще нескольких детских садов, общеобразовательных школ, общежития университета, строительство реабилитационного центра на 150 мест и крупного торгового центра. Для горожан и жителей данного района своей двери уже открыл культурно-спортивный комплекс «Арена» и его парковая зона, которая стала излюбленным местом горожан. Мы с семьей часто приходим сюда для вечерней прогулки. Очень рады, в нашем городе есть такое замечательное место. Кроме того, здесь создали все комфортабельные условия. Можно заниматься спортом. Дети катаются на роликах, на велосипедах, а фонтан оставляет приятные впечатления. Уходим отсюда отдохнувшими. Этот район придает новый облик нашему городу. Мне очень нравится фонтан. То, что он музыкальный и цветной, думаю, что у этого района есть будущее. Не секрет, что строительство жилья для очередников несколько лет было заморожено, из-за чего их количество увеличивалось. Однако с началом возведения нового района у многих появилась надежда на собственное жилье. Одна из тех, кто сейчас живет в собственном доме – Резагуль Капасова. Перед тем, как получить квартиру, женщина стояла в очереди 25 лет и дождалась его. В прошлом году было завершено строительство основных дорог нового микрорайона, подъездных путей и внутриквартальных дорог. Установлены современные остановочные павильоны и освещение. Сделано дорожное ограждение, уложена брусчатка, смонтирована система дренажно-ливневой канализации. Появился Арбат. Харагайло строится на наших глазах, чему мы очень рады, отмечают жители района.